В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот и некоторые темы этого выпуска. Рязань вновь в лидерах по загрязнению воздуха опасным токсичным веществом. Бутылка водки не может стоить 100 рублей. И есенинские места в городе становятся особо популярными в преддверии дня рождения поэта. Рязанская область оказалась худшей в России по качеству воздуха. Такие данные содержит ежегодный доклад Роспотребнадзора. Каждая пятая проба рязанского воздуха показала повышенное содержание опасного токсичного вещества. Кроме того, наш город лидирует по доле автомобильных выбросов. Автотранспорт уже давно стал главным загрязнителем воздуха во многих городах России. На зеленой карте России Рязанская область снова отмечена красным. Доклад Роспотребнадзора провел неутешительные данные. В регионе в два раза превышена допустимая норма содержания формальдегида в воздухе. Треть населения сел не обеспечены качественной питьевой водой. К тому же эксперты говорят о том, что Рязань входит в число городов с наибольшей долей автомобильных выбросов. Очень здорово выбрасывают в дошках песочных. На улице Зубково 17. Вот там здорово чувствуется. А сюда по вечерам и в часов 4 утра где-то вот так. В летний период и у нас было. Я живу на Затинке и идет все с юга или от КХВ или с Олзавод. Вот откуда-то тут. Это трудно понять. Вот это часто очень. Как только вечер или ночь, они выкидывают, окна закрываешь, невозможно дышать. Иногда чувствую. В Сколовке вообще дышать нечем. Особенно зимой, когда вот морозы. Видно, они под утро выбросы большие делают. По данным независимых изданий, 70% всех токсичных выбросов в нашем городе приходится на автомобили. Чувствуется, что машина. Чего? Вот даже для детей дышать этими хлопными газами не очень хорошо. Каждый, наверное, чувствует. Не совсем, но иногда бывает чувствует. Но воздух в городе не актив. В некоторых городах все похуже бывает. Наибольшая концентрация или как можно надышаться, это стоя в пробках, которые наблюдаются у нас по вечерам, утра, в утренние часы. То есть от работающих двигателей автомобилей достаточно большое количество формальдоида выбрасывается в атмосферу. Санитарно-эпидемиологическое благополучие нашего города вовсе не так благополучно. По данным Роспотребнадзора, Рязанская область осталась первой в России по загрязнению воздуха формальдегидом. Каждая 12-я проба, взятая в регионе в 2015 году, показала двукратное превышение допустимой нормы. Особенность Рязани в том, что в непосредственной близости от жилых строений или от территории, где проживает население, находятся промышленные узлы. Особенно южный промышленный узел, где сконцентрировано большое количество предприятий химического направления и нефтепереработки. Формальдегид оказывает на организм сильное общетоксическое действие, вызывает поражение центральной нервной системы и легких, а при длительном воздействии оказывает негативное влияние на работу печени, почек и органов зрения. Признаками отравления формальдегидом чаще всего являются симптомы со стороны дыхательных путей. Поэтому, прежде всего, повышение концентрации формальдегида наиболее опасно для людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, для часто болеющих детей. Основным источником токсина в Рязанской области являются выбросы больших промышленных предприятий и автомобилей. Однако, как бы это странно ни звучало, Рязанская мещера с ее болотами также является природным источником формальдегида. Болото, которое находится в мещере, они только усиливают, способствуют тому, что накапливается формальдегид, особенно в летний период. Также специалисты говорят о том, что ядовитое вещество содержится в мебели, изготовленной из МДФ. При производстве всех мебельных панелей используются фенолформальдегидные или другие смолы, которые как раз содержат это вещество. И в течение достаточно длительного времени происходит постепенное выделение из панели этого вещества. Поэтому при покупке мебели в течение нескольких месяцев, до шести месяцев, может быть, и более, ощущается какой-то неприятный запах. Это говорит о том, что как раз присутствует это вещество. Если в квартире достаточно много мебели, то из МДФ имеется в виду, то, конечно, концентрация формальдегида могут превышать предельно допустимые. Так или иначе, формальдегид остается неотъемлемой частью атмосферы. Главное, чтобы его концентрация не превышала допустимые нормы. В Роспотребнадзоре убеждены, что в следующем году Рязань покинет лидирующую строчку этого экологического рейтинга. В Рязанской области, город Рязань полностью обеспечены собственной продукцией. Об этом заявил мэр города Олег Булеков. Доля продуктов местного производства на полках супермаркетов составляет 30%. В ассортименте хлебобулочные изделия, молочная продукция, мясные деликатесы и сыры, старожилы в Рязани и полян. Вчера была организована выставка дегустации продуктов местного производства. Как отметил Олег Булеков, марки рязанских производителей можно встретить на прилавках крупных московских супермаркетов. Это говорит о том, что предприятия уделяют большое внимание качеству выпускаемого продукта. Нам единственное из потребительской корзины, чего не хватает, то, что не производится в Рязанской области, это соль. Нам немного не хватает гонядины и немного не хватает овощей открытого, закрытого грунта. Поэтому никакие санкции нам на сегодняшний день не страшны. Интересную ситуацию в пятницу могли наблюдать рязанцы. На улице Свободы рабочие снимали новый асфальт, на который не было нареканий ни от пешеходов, ни от автомобилистов. Наш журналист пытался выяснить, в чем необходимость проводимых работ. У рабочих вопрос вызвал весьма неоднозначную реакцию. Они снимают, поехали. Зачем вы копаете здесь асфальт? Что здесь происходит? Бисквитарий. Бутылка водки не может стоить 100 рублей, ответили в Минфине на инициативу Минпромторга – снизить цену на традиционный русский спиртной напиток до этого уровня. Ранее появилось сообщение, согласно которому Министерство промышленности предложило уронить цены на водку так, чтобы стоимость спиртного снизилась до 100 рублей за бутылку. Чиновники считают, что это может обелить рынок от подделок и контрафакта. А контрафакт в городе есть. Полиция в очередной раз посещает эту рюмочную. 15 литров крепкого алкоголя, отсутствие лицензии на его продажу и печальные гости заведения. Продукция будет изъята, ООО и владелец будут привлечены к административной ответственности. Такая ситуация происходит в этой рюмочной от одного до двух раз в месяц. Пока сотрудники полиции занимались изъятием алкогольной продукции, хозяин заведения согласился нам объяснить, почему до сих пор он занимается противоправной деятельностью. У меня тоже есть семья, у меня есть ребенок. Нам работать пока не дают. А что такого? Почему рестораном? Можно торговать ночью, водкой, большим рестораном, шумом, а у нас маленьким, 5-6 человек, нам нельзя. На протяжении 20 лет у хозяина заведения была лицензия. Но с вступлением в силу нового закона теперь он не может торговать здесь крепкими спиртными напитками. Рюмочная в Приокском – яркий пример того, как сейчас происходит продажа контрафактной алкогольной продукции. Сотрудники полиции имеют право только изъять спиртное. Закрыть заведение они не могут. После рейда хозяин, скорее всего, вновь привезет в рюмочную партию алкоголя. Решение о закрытии заведения может принять только суд. Каждый раз он постановляет лишь запретить реализацию алкогольной продукции. Продавать пирожки в этом месте можно. Так что алкоголь без разрешения вновь завозят. Его вновь изымают, и все идет по кругу. В зависитивший период 2016 года сотрудниками по исполнению административного законодательства выявлено порядка 1350 фактов незаконной реализации на территории Рязанской области. Изъято порядка 13 тонн алкогольной продукции. Алкогольная продукция, которая была изъята, возможно, пройдет контроль качества. Но есть вероятность того, что в подобного рода заведениях и продуктовых магазинах продается суррогатный алкоголь, от которого организм человека может никогда не восстановиться или вовсе не выдержать отравления. Бывают, особенно когда в запущенном состоянии привозят родственники, то, несмотря на оказываемую помощь, мы пытаемся оказать эту помощь, но организм, ну, как я говорил, фильтры организма, то есть печень, почки, сердце, они уже настолько поражены, что не справляются с этим. И поэтому, несмотря на оказываемую помощь, как бы заканчивается все летально. Многим данную помощь удается оказать, но в дальнейшем, возможно, инвалидизация организма. Человек жив, но не может выполнять функции в полном объеме. Люди после запоев теряют память, способность говорить, ходить. Чаще всего отравление происходит постепенно. Все зависит от качества суррогата. Как бы то ни было, тем, кто хочет пить, ничто не помешает выпить из стеклоочиститель. Пассажиров в наркологии с каждым годом прибавляется. И если представить, что водка действительно подешевеет до уровня 100 рублей, и, возможно, ее станут покупать еще больше. Но вряд ли это остановит производителей суррогатной продукции. Министерство финансов сейчас выступает против снижения цены на водку, заботясь о государственных сбережениях. Скорее всего, сохранить бюджет и избавить Россию от контрафакта сможет только позиция советского правительства, когда водка была государственной. Это полезно для бюджета страны. Да и подделка такой продукции по неправомерности будет приравниваться к подделке денежных купюр России. Бронзовый памятник Сергею Есенину высотой 2 метра будет открыт в одном из сел Курганской области в день рождения поэта. Памятник расположится на берегу озера. Есенин будет стоять, раскинув руки, и смотреть вдаль на Курганские степи. По замыслу летельщика памятник символизирует любовь родине. Рязанцам же повезло гораздо больше. Мест, посвященных великому земляку, в городе немало. В преддверии дня рождения Есенина по ним прогулялась Марина Комиссарова. Имя Сергея Есенина широко известно во всем мире. Лиричный музыкальный слог, яркие метафоры и любовь к родине, которые проникнуты строки поэта, заставляют трепетать сердца людей спустя столетия. В нашем городе его имя звучит по-особому. Здесь корни поэтического гения. Память о Сергее Александровиче хранят тысячи потомков и фиксируют памятные места, раскиданные по всему городу. Пять мемориальных досок украшают фасады зданий, стены которых видели поэта в годы его жизни. Среди них доска на Институте культуры, новинные монополии и здание ФСБ. Именем поэта Сергея Есенина в Рязанской области принято называть улицы, фестивали, конкурсы, здания. Земляки по полной используют славу певца родной земли. Всегда ли такие действия оправданы? Жалко, что все-таки Ряжскую улицу переименовали в улицу Есенина, потому что на ней Есенинского как раз ничего и нет. Это улица старого города с хорошим названием, Ряжская. Когда мы говорим, пройдем по Есенина, или сейчас бывший кинотеатр «Октябрь», который стал крупным торгово-выставочным центром, такой маленький базарчик, вокруг него и в нем, на Есенине тоже, мне кажется, не украшение. То есть много объектов, слишком много объектов, которые далеки от памяти Сергея Саныча. Не самым лучшим напоминанием о таланте Есенина, как считает краевед, являются продукты питания, названные именем поэта. Позорная доска. Почетная доска есть, посвященная Есенину, а позорная нет. Почему? Потому что сюда могли бы попасть пивнушки, мойки и прочие непотребные вещи на улице Есенина. Сюда попал, наверное, миллион бутылок водки Сергея Есенина и наливки. Есенинская Русь, которую выпускали два завода, Рязанский наш на улице Павлова и Касимовский. То есть это безобразие, конечно. Имя Есенина на наклейках, которые потом эти алкаши разбрасывали, значит, по помойкам, там по улицам валялись эти этикетки с ликом Есенина. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Важной частью городской среды давно стали памятники Есенину. Один из них расположился в Верхнем городском саду. Бюст изначально был установлен в Константиново, но исследователи Есенина-Веды настояли на сохранении облика села в первозданном виде, без привнесения современных деталей. Поэтому памятник переехал в областной центр, где органично вписался в парк, выполненный во французском стиле. Единственной переменой в композиции стал постамент. Раньше он был необработанным, стилизованным под дикий камень. Теперь бюст возвышается на полированном граните. Другой визитной карточкой города стал памятник Есенину, расположенный на набережной в Кремле. Остров весь должен был выселяться. И в 20 раз мощнее, то есть огромный Есенин с такими руками, распахнут, чтобы все, кто прогуливался по набережной Кремля, видели вот с высокого берега трубежа, видели вот эту композицию. Этот в 20 раз уменьшенный Есенин появился у Спаса на Иру. И ходит про него такая загадка. По мотивам старой русской загадки про морковку. Когда девица сидит в темнице, а коса на улице – это морковь. А по-рязански она звучит так – сидит парень в землице, а руки на улице. Что это такое? Есенин. Действительно, образ Есенина, как бы вырастающего с земли. Кстати, объяснимо легко. Университет имени Есенина, филармония имени Есенина. Еще раз напоминают о том, насколько значимо это самое имя на нашей земле, некогда взрастивший хулигана, с большой лирической душой. В одном из сел Шиловского района зацвела сирень. Цветы появились на кустах около местного дома культуры. Жители связывают это явление со странностями погоды, а также с расположением высших сил. Они отметили, что 1 октября в сельском храме пройдет большой праздник – Вселенское освящение. Большой праздник верующие отмечают и сегодня. 30 сентября каждого года православные всего мира вспоминают о подвиге веры троих великомучениц. Речь идет о мудрой Софии и ее трех дочерях – вере, надежде и любви. Еще на Руси этот день называли вселенскими бабьями-именинами, либо бабья-выть. Второе название связано с процессом оплакивания умерших, а первое – о прославлении женских добродетелей – веры, надежды, любви и мудрости. В народе говорили, что если в этот день выплакаться, то уйдут все горести и невзгоды. Славяне пекли в этот день куличи и шли в церковь. В храме было принято освящать хлеб, молиться о различных нуждах и простить милости на личную жизнь. Также в этот день по вечерам часто устраивали смотрины для незамужних девушек. На этом все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока – хорошего продолжения пятницы и начала выходных. Субтитры создавал DimaTorzok